Жилье на улице Алабяна в Москве всегда считалось престижным. Квартиры добротные, район удобно расположенный имеет удачную застройку. Последнее время новости регулярно упоминают строящийся Алабяна, Балтийский тоннель под Ленинградским проспектом. При этом подавляющее большинство москвичей затруднятся ответить, кем же был армянин, в честь которого 7 августа 1959 года получил постоянное название «Проектируемый проезд-971». А между тем именно Каро Семенович Алабян создал генплан района «Сокол». Все отлично знают построенный им театр Красной Армии, павильон Армянской ССР, дом пионеров. Алабян был основателем и первым руководителем Союза архитекторов СССР, ответственным редактором журнала «Архитектура СССР». Идея построить здание театра Красной Армии в форме звезды принадлежала вождю Иосифу Виссарионовичу. Что же, идея хорошая. Красная Армия заслужила свой театр. Но надо, чтобы он выглядел оригинально и чтобы его вид говорил принадлежности к армии. Пусть здание будет в форме пятиконечной звезды, приказал Сталин. Как известно, приказы Сталина не обсуждались, но построить звездное здание оказалось делом непростым. Сложно, но можно. Руководствуясь именно этим девизом, один из лучших архитекторов России Каро Алабян приступает к выполнению задания вместе с коллегой Василием Симбирцевым. Они справились с ним блестяще. Безусловно, это одна из наиболее ярких личностей своей эпохи. Его коснулись все перипетии, в которых оказывалась страна. Родился Каро в 1897 году в бедной армянской семье в деревушке возле азербайджанского города Гинджа. В 9 лет остался без отца, с 15 лет стал подрабатывать репетитором, художником-плакатистом, разнорабочим. Параллельно учился в армянской духовной семинарии Нерсисяна в Тифлисе. Там же сдружился с одноклассником Анастасом Микояном. В 1917 году Каро вступил в тифлийскую подпольную организацию, ВКП, в годы Гражданской войны воевал вместе с Микояном и однажды вынес раненого друга с поля боя. Вместе они и перебрались из Тифлиса в Москву. С 1923 года начался путь Кароа Лобяна в архитектуру. Он поступил на архитектурное отделение в Хутимас, по окончании которого вернулся в Армению, где тогда бурно развивалось капитальное строительство. Сразу возглавил госпроект и создал множество кирпичных домов, сохранившихся по сей день. Одновременно преподавал в Ереванском политехе. В Армении сложилась его архитектурная кредо. Непременно стремится к новаторству, используя весь опыт мировой архитектуры и местной традиции. С 1929 по начало 1931 года Алабян смог не только создать гармоничный ансамбль города, но и выстроить новую архитектурную школу, проявив себя незаурядным организатором. В 1931 Каро Семенович вернулся в Москву. Здесь он сразу же принял участие в конкурсе на проектирование Дворца Советов и в первом туре получил главную премию. А уже на следующий год ему было поручено организовать Союз архитекторов СССР. Совмещая творческую и организаторскую работу, Алабян вышел и на международную арену. В 1936 году Британский Королевский институт избрал его своим почетным членкором, следом гран-при на международной выставке науки и техники в Париже. А в 1939 году Алабян руководил строительством советского павильона на международной выставке в Нью-Йорке. Удивительно, но архитектор, проживший там меньше года и построивший павильон своей страны, совсем не дружественной Америки, был за эту работу удостоен звание «Почетный гражданин Нью-Йорка». Конец тридцатых вошел в историю, как разгул кровавых репрессий. Но перегруженный работой Алабян умудрялся отслеживать судьбы коллег и знакомых и спас многих от лагерей или голодной смерти. Так, его в Хутемасовские однокурсники Качар и Мазманян из-под ареста по указанию Алабяна были отправлены на крайний север проектировать Норильск. А выдающийся архитектор Константин Мельников, отлученный от профессии, в 1941 году получил Алабяновский заказ на проектирование главных ворот Дома творчества архитекторов. В годы войны Каро Алабян возглавлял проектно-маскировочную мастерскую, благодаря которой от бомбардировок были спасены многие оборонные предприятия и архитектурные шедевры. С приходом Победы ему поручили разработку генплана восстановления Сталинграда. В это же время он проектирует здание Академии наук в Ереване, правительственный центр в городе Фрунзе, признанный шедевр – морской вокзал в Сочи. После войны Алабян был одним из проектировщиков высоток. Прекрасные кирпичные дома-дворцы, разумеется, вдохновляли Зочева. Но однажды в 1951 году на совещании Берия в числе преимущества высотных зданий подчеркнул их экономичность. Алабян с места возразил, что дешевыми подобные сооружения быть не могут. «Будут», – огрызнулся Лаврентий Павлович. После чего Алабяна вывели из состава авторов, сместил с постов. Курирующий строительную отрасль Берия приказал Алабяну принять себе в мастерскую на работу человека, который вскоре оказался японским шпионом. Готовился большой процесс против космополитов, одна из ключевых ролей в котором выделялась Алабяну. В курсе дел был Анастас Микоян, который срочно вызвал Каро к себе и вручил ему на утренний самолет билет до Еревана с направлением на работу по поднятию национальных культурных кадров. Алабян, у которого в Москве остались любимая жена и двухлетний сын, тогда затаил на друга обиду, не понимая, что тот спас ему жизнь, как сам Каро Анастасу во время гражданской войны. В одном из интервью, сын выдающегося архитектора Каро Алабяна, Александр Алабян, рассказал о том, что как-то раз Лаврентий Берия не на шутку, рассердился на его отца из-за каких-то прений. Кстати, мой отец впал в немилость, потому что считал ошибочным застраивать Москву многоэтажными жилыми домами. Побывав в Америке, он увидел насколько уютно, чисто и достойно жили люди в своих коттеджах и пытался внедрить эту идею в советскую действительность в 50-е годы. В какой-то степени мы с сыном реализуем задумки Каро Алабяна, рассказал Александр. В Москву Алабян смог вернуться после смерти Сталина и ареста Берии. Он уже не являлся депутатом Верховного Совета СССР, был отлучен от Академии архитектуры. Ему поручили руководство мастерской в моспроекте, которая занималась застройкой Ленинградского проспекта и проектированием района Химки – Ховрина. На современной улице Алабяна, почетной стороне, с середины 1920-х годов существует поселок Сокол. В 1951-м там же появились две кирпичные девятиэтажки, изначально они относились к песчаной улице. По нечетной стороне Алабян спроектировал четыре комфортабельных жилых дома, которые были возведены в кирпиче в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Умер Каро Семенович Алабян в январе 1959 года от рака легких. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Из Армении для памятника была привезена глыба серого гранита. Впрочем, главный памятник Зочему – его постройки, которые продолжают жить и позволяют новым поколениям архитекторов постигать суть профессии. Субтитры создавал DimaTorzok